Эта дорога для жителей улицы Карбышева много лет была запасным выездом на Днепровскую. На сопке устраивали пикники и ходили за водой на родник. Два года назад всё изменилось. В считанные дни люди остались без дороги, а гулять стало опасно даже во дворе. Утром мы выходим, а у нас уже полно и мусора, и чего только нет, и вот эти мешки. Сначала здесь построили ангар, затем автостоянку. Деревья вырубили, дорогу завалили мусором. Строительство непонятных и ненужных местным жителям объектов ведётся и сегодня, но почему-то по ночам. Никаких опознавательных знаков, что появится здесь в результате, нет. Так самое нехорошее, что всё это сыпется. Вниз сыпается потом тракторами сопки, а внизу расположены детские площадки, спортплощадка. Да просто-напросто под окно жителям дома сыпется весь этот хлам. Что, собственно, и привело к нашему возмущению и к желанию разобраться. Разборки случились совершенно в духе лихих 90-х. В результате делегации от жителей Дмитрий и Алексей получили сотрясение мозга. Строители попросту избили молодых людей. Здесь рядом был припаркован микроавтобус, летая с серого цвета. Оттуда ещё подбежало три человека, возможно, в нетрезвом виде. И просто стали нападать, хотели забрать флэш-карту. Вот, ну, собственно говоря, забрали флэш-карту, избили, повредили фотоаппарат, очки. Потерялся в ходе вот этой потасовки фотокамера и, собственно говоря, ещё и зонт потерялся. Информацию о заказчике и его праве застраивать эти участки земли жители Карбышева пытаются выяснить самостоятельно. Делают запросы, звонят в соответствующие службы. Наша редакция также сделала попытку дозвониться в департамент земельных отношений. Однако трубку там не берут. Здесь даже по спутниковому снимку видно, что вот этот участок находится в аренде, а по факту захвачено забором, вот автомобили стоят, то есть там даже проходы не уйдет. Стройку не остановить, понимают жители дома. Сегодня у них только одна просьба к рабочим и заказчику. Чтобы не случилась трагедии, не выбрасывать строительный мусор под сопку, ведь там постоянно гуляют дети. Светлана Садовая, Руслан Мартынычев, Новости на Восьмом. Продолжение следует...